сейчас жду своих друзей они приехали из милана не знаю правда какой вагон но завтра у нас и на послезавтра тоже очень много планов поэтому все обязательно покажу мы взяли буффало здесь у меня с салями и наш итальянец взял мы в таком месте это прямо воза моего дома находится мне очень нравится это место мы только что позавтракали сейчас ждем свой автобус единственное то что здесь некоторые автобусы они не не останавливаются и они у них нет абсолютно номеров поэтому странно надеемся то что он придет вовремя он должен был пойти прийти уже сейчас но проезжают и надеюсь мы доберемся до своего местоположения туда нам ехать получается 47 минут кстати я тут прикреплю куда мы едем именно это получается маленький маленькая деревня и она находится прямо возле озера думаю будет интересно поэтому всем покажу короче мы пришли вместо где делают они вообще во всех по всей италии если вы находите такие места под названием пони пичо там обычно вам могут сделать свежий пони не то есть свежего хлеба также свежая мясо и сыра сыра это вам покажу как это все делается очень вкусно получится сейчас я вам все покажу я добавил себе еще сыр и очень вкусный сыр вот они добавляют и делают сэндвич еще один лайфхак для тех кто впервые в италии то есть если вы хотите пойти в туалет то я вам советую не нужно находить места где есть специальные места для туалета находите обычные бары то есть практически во всей италии кофе обычный эспрессо то есть нормально он стоит около одного либо полтора евро в максимум если это больше то там кофе и золото значит в любом случае то есть вы заплатите просто за кофе и пойдете в туалет в любом любом баре кафе вы заказываете кофе и идете в туалет то есть двойная выгода вы и в туалет сходите и кофе выпьете а если вы пойдете в обычный туалет то там будет 1 евро и это будет просто туалет вид конечно здесь просто невероятно потому что здесь горы мы сейчас идем к мосту я вам сейчас обязательно все тоже покажу когда мы зайдем примерно 20 минут идти собственно говоря это и есть то место ради которого мы пришли на что-то на фотографиях она лучше выглядела это больше какая-то дамба вот я сейчас нахожусь на мосту он ребята только-только идут а тут кажется засохла что ли все что-то вообще какой-то экспектейшен реальности но зато вид красивых такие горы вокруг очень мы решили мы решили пойти дальше там есть лестница на той стороне и там есть церковь вот мы пойдем эту церковь поэтому постараюсь все показать надеюсь церковь будет лучше чем вот этот вид ну в принципе цвет воды красивый согласитесь мы сейчас поднимаемся наверх вода осталась там это б мы поднимаемся наверх потому что там церковь которую мы очень хотим посетить надеемся не умрем там it's gonna be fine guys we should just try harder мы почти дошли вы видите как красиво здесь how are you feeling guys excited excited станко scared why scared короче мы решили пойти обратно потому что дистанция была один километр ну то есть но это не брали в учет вот эти склоны все и так далее поэтому думаю найдем другой сейчас вид чтобы покушать наши сэндвичи как тебя вкусно вкусно чем ты взяла с каниной вот дитейк андре ам антис окей у меня вот а бачу дать все взяла мчс ведь тут все взяла эти отной а очень вкусная такое легкое мясо и сыр и все это кстати обошлось мне в четыре с половиной евро то есть это вот это и вода вместе четыре с половиной то есть цену число три с половиной евро свежий с утра проснулся нарезал клубнику чтобы покушать с таким видом нашли такую церковь принципе обычная церковь конечно я видал получше но интересно в принципе есть копия вот такой работы сейчас мы пойдем пить опироль короче мы приехали в город сегодня 8 вечера нас позвали на вечеринку друга у него будет день рождения и единственное требование это купить алкоголь с собой что будем пить короче говоря поэтому мы покупаем вино то есть сейчас примерно сколько времени если посмотреть 4 мы сейчас возле дома поэтому мы сейчас купим алкоголь потом пойдем домой поспим наверное часик потом пойдем потом пойдем наверное возле дома тоже что-то выпьем и после этого восемь часов наш наша подруга заберет ему поедем другое место на эту вечеринку обязательно тоже все покажу короче сделаем такой апперитив перед вечеринкой показались и пиццу и просекку вот чтобы я не знаю у меня не знаю что мы здесь вообще что мы вот Субтитры создавал DimaTorzok Мы гуляем по скверу одному, который не все туристы знают, поэтому здесь в основном только итальянцы. И здесь цена за напитки не такая дорогая, как в центре. Я прикреплю ссылку к этому, к этой пиаце, и вы сможете тоже насладиться этим видом. Видите, здесь все итальянцы в основном. Я заказал себе Уго Спритц, Апероль, и Айжан заказал себе чай. Да, ты заболел. Чтобы пройти на ту сторону, мы берем тронгетту под номер один. Единственное, мы не взяли билет. Мы другу посмотрим, как все будет. Мы пришли покушать вот сюда. Интересное место, находится прям в центре. Мы сейчас идем в одну библиотеку, которая находится возле канала одного. И в чем прикол этой библиотеки, то что там очень много книжек и очень много кошек. То есть, кошки прям на книжках прыгают, катаются и так далее. То есть, интересное место, сейчас я вам все покажу. Я помню, когда я тут был во время коронавируса, здесь никого не было. А сегодня, посмотрите, какая очередь огромная. Здесь я прикреплю ссылку, чтобы вы тоже смогли посетить. Сейчас я вам покажу, что внутри находится. Вон, как называется это место. Мы уже почти что-то шли. Окей, спасибо. Видите, здесь кошки находятся. Там на книжках. Собственно говоря, вот зачем сюда все приходят. Сейчас я вам покажу место. И все любят фотографироваться в основном. Вот это место. У меня, кстати, тоже есть фотография возле этого места. Типа старые книжки. Айжан, посмотри туда, наверх. Лiyet просто, что лежат на�za. ПОДПachten! О! 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 всем привет ребят выпуск из стокгольма только-только прилетел если нахожусь городе орландо взялся вот такой билет на автобус он стоит если переводить в евро 14 евро вот сейчас жду примерно через через минут десять должен уже приехать автобус и я поеду сам стокгольм заказал себе meatball lovers то есть здесь смотрите сколько видов мяса и вот такой сок вместе интересно и мой друг посоветовал это место смотрите где я сейчас нахожусь здесь невероятно холодно очень холодно руки замерзают слава бога я взял с собой перчатки сейчас примерно через минут десять пойду занесу свой рюкзак я снял airbnb мне лендлорд уже скинул хозяин квартиры скину уже как добраться и так далее поэтому думаю скоро зайду потому что замерзаю реально смотрите что здесь есть а 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 вот так выглядит музей ваза так как я билеты купил заранее сейчас иду осталось в принципе два часа но все посмотрим как внутри ребят посмотрите сейчас уже внутри самом начале нас ожидает такой вот такая вот большая инсталляция смотрите как красиво для тех кто хочет себе аудиогид он бесплатный здесь вот есть разные варианты если взял на русском языке и здесь вот есть qr-код посмотрим а а у у у у у берегусь решил перекусить взял себе кофе потом вот такой вот сэндвич бри воду и шоколадное десерт все это вместе вышло 168 укроп то есть это по-моему 15 евро это тут есть кафешка при музее такой вид открывается мир у у у у у у а у у На главной улице, возле музея Нобелевской премии, здесь находятся вот такие вот дома, которые вы видели во всех открытках. Очень красиво, здесь все делают фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok